Привет друзья! Россия вновь начинает активно осваивать свои северные рубежи. Наращиваются военные усилия в полярной зоне, разрабатываются новые месторождения полезных ископаемых, увеличивается промышленная мощность Севера. На фоне всего этого становится актуальным вопрос доставки электроэнергии и тепла промышленным предприятиям, военным базам и городам северной части страны. Одним из решений этой проблемы стало применение плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Атомный плавучий энергоблок проекта 2870 был спущен на воду в 2019 году. ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока, береговой инфраструктуры для выдачи электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, которые отвечают за безопасную стоянку в акватории. На станции установлено два атомных реактора типа КЛТ-40С. Электрическая мощность каждого составляет 35 МВт. Общая мощность всей станции 70 МВт. Этого достаточно для перекрытия потребностей в энергии населенного пункта, в котором проживает до 100 000 человек. Кроме выработки электроэнергии, станция может вырабатывать тепло и опреснять воду с мощностью до 240 000 кубометров морской воды в сутки. Станция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станцию обслуживает 70 человек, и она имеет столовую, салон отдыха, библиотеку, спортивный комплекс, бассейн, магазин, прачечную, амбулаторию и другие вспомогательные помещения. Проект много критиковали за стоимость и вообще способность все это нормально реализовать. Тем не менее, станция успешно заработала и дает энергию городу Певик на Чикотке. По данным Росатома, 15 стран проявили интерес к этому проекту. Срок службы энергоблока станции составляет 40 лет, с ежегодным техническим обслуживанием и текущим ремонтом отдельного оборудования раз в 12 лет. Водоизмещение судно-станции 21 560 тонн. Стоимость проекта на 2015 год с учетом прибрежной инфраструктуры 37 миллиардов рублей или около 2 триллионов долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.